Здравствуйте! Вы слушаете «Вести» Магнитогорск на маяке в студии Арина Уразова. Пасхальные гуляния уже скоро. Они состоятся 24 апреля в 11.00 на территории Кафедрального собора Вознесения Христова города Магнитогорска. Празднование состоится по окончании поздней божественной литургии и крестного хода, который возглавят епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима. В программе выступления творческих коллективов города – детские конкурсы, ярмарка, спортивные состязания и показательные выступления, мастер-классы. У гостей праздника будет возможность попробовать свежую церковную выпечку и приобрести куличи. В концертной программе примут участие творческие коллективы. Слава о магнитке – игра хочет за пределами страны. Пенсионер из Беларуси принял участие в онлайн-викторине «Моя магнитка», посвященной истории города. Об этом рассказали организаторы. Они отметили – зарубежный участник никогда не был в Магнитогорске, но решил принять участие. Павел Пригодич – архитектор по образованиям, а поэтому неудивительно, что его привлек удивительный с точки зрения архитектуры город трудовой доблести. Про онлайн-викторину «Моя магнитка», посвященной 90-летию Магнитогорского металлургического комбината, узнал из интернета. Совсем случайно и непременно решил принять участие, рассказал мужчина. Краеведческая игра «Викторина. Моя магнитка» проходит в городе уже 23-й год. В этом году главные финалы среди школьных команд пройдут 21 апреля в младшей лиге и 27 апреля в старшей лиге. Соревноваться ребята будут по традиции в стенах Дворца творчества детей и молодежи. Проектная школа при Магнитогорском государственном техническом университете приглашает учащихся 9-х классов на День открытых дверей. Он состоится 25 апреля в 6 часов вечера. Расскажут о школе, особенностях поступления и обучения, какие преимущества дает школа. Более того, расскажут, как получить заработную плату и иметь запись трудовой книги. Представители школы ответят на вопросы родителей. Желающих ждут на центральном входе МГТУ. Подробности можно получить по телефону и на сайте МГТУ. Ипотечные сделки регистрируются быстрее. С начала года южноуральцы воспользовались способом онлайн-регистрации около 8,5 тысяч раз. Специалисты ведомства отмечают, что зарегистрировали срок менее чем за 24 часа 90% из этих сделок. Такие минимальные сроки оказания государственных услуг в сфере недвижимости, наряду с отсутствием необходимости личного посещения офисов, МФЦ и снижения временных затрат, наглядно демонстрируют преимущество электронного взаимодействия с ведомством, комментирует руководитель управления Росреестра по Челябинской области Ольга Смирных. В России действует проект Росреестра и электронная ипотека за один день. Для бесперебойной работы этого сервиса осуществляется тесное взаимодействие с банковскими организациями, отвечает в реестре. Создать общий список неплательщиков алиментов предложил Минюст, иди поддержали в правительстве. Согласно законопроекту в России создадут единый реестр тех, кто задолжал своим детям. Обязанности по составлению списка возложат на судебных приставов. Реестр будет содержать данные о должнике, который привлечен к административной и уголовной ответственности или находится в розыске, а также сумму долга. Убрать свое имя из подсчетного списка можно только после оплаты долгов. В течение пяти дней с момента погашения задолженности по алиментам должник исключается из реестра должников по алиментным обязательствам, говорится в документе. На помощь бизнесу предприниматели, налаживающие производство импортозамещающей продукции, смогут получить государственные или муниципальные земельные участки в аренду в упрощенном порядке, без проведения торгов. Кроме того, государство сможет равноценно обменивать государственные или муниципальные земельные участки на частную землю, в случае, если такой земельный участок необходим для размещения социально-культурных или коммунально-бытовых объектов или реализации масштабных инвестиционных проектов, уточняет администрация Магнитогорска. В Магнитогорске все еще ищет пропавшего учителя. Ориентировка появилась в группе поискового отряда «Легион Спас-74». 18 апреля мужчина ушел из дома по адресу улицы Зеленый Лог, 48, в Магнитогорске. С тех пор его местонахождение ничего не известно. На вид пропавшему 30-35 лет, но рост 187 сантиметров, спортивное телосложение. У Магнитогорца короткие русые волосы и борода, глаза голубы. Особые приметы – небольшой скол на переднем зубе. В день исчезновения он был одет в серо-черную ветровку и серые штаны с черными лампасами и белые кроссовки. В ГУМВД по региону рассказали, что Магнитогорская полиция тоже подключилась к поискам. За судьбу учителя физкультуры переживают и ученики его школы. И в конце про погоду. Сегодня в Магнитогорске ожидается облачная погода, без осадков. Температура воздуха плюс 15 градусов. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. На этом все. С вами была программа «Вести Магнитогорск». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин